Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, что мы поменяли в версии 179. Флайна нашей команды занималась долговременными задачами, а то и вообще помогала другой флайне нашей команды выпускать большое обновление для гремлинов. Поэтому много чего мы не дотащили до релиза на этой неделе, оно выйдет на неделе следующей. Но тем не менее, мы переработали все системы болезней и травм, и это прям большая плюшка. Мы добавили достаточно много разных механик и чуть-чуть на этот интерфейс. Сейчас я вам все покажу, и начнем мы с вот этих прекрасных ребят. Обратите внимание, первая фича, которая появилась в игре, это получение эйфории при победе над более сильным противником. Вот, посмотрите, здесь такая пока в одном состоянии есть иконка. Как обычно, нажимаем Shift, читаем подробное описание механики. У нас есть четыре противника и три персонажа с нашей стороны. Таким образом, трое против четверых мы считаем противника сильнее, чем мы. Если я одержу победу в этом событии, то вся эта троица получит эйфорию на пять дней. Что такое эйфория? Плюс два к смелости, плюс один к памяти и плюс два к выносливости. Давайте попробуем сейчас это сделать, я вам покажу, как оно работает. Ну, например, вот так. И теперь вот так. Еще, конечно, у меня есть там секретное оружие в виде алхимии. Вот этих двух, я думаю, что я их как-нибудь вот так вот и прибью. Ну, 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 понеслась душа в рай. Сейчас я, конечно, немножко огребу кислоты, но ничего страшного, мне кажется. Ха-ха-ха-ха-ха. Осталось только мне дворец немножко разрушить и можно считать, что я победил. Ну, давайте еще. У меня там еще два в запасе оставались. И заодно немножко подстрахуемся. А-а-а, не могу я. Во, видите, я ослеплен и не могу применять заклинание. Наконец-таки я увидел эту кнопку и, так сказать, прибитую гвоздями, что я не могу делать. Что же мне, что же мне теперь делать? Ну, может быть, попробуем делать как-нибудь вот так вот что-нибудь, не знаю. Тын-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Нет, ничего у меня не получается. Ну, ладно, пошли дальше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но дворец мы победили и лут получили. Много всякого лута. Вот, смотрите, видите эйфория? Эйфория плюс два к смелости, выносливости, плюс один к памяти. А вот сразу и новую травму подвезли. Сразу несколько вещей должен вам сказать, пока не забыл. Раньше каждые уроны, каждый страх, полученный на конец события, увеличивал шанс получения травмы или стресса. Ну, процентов так, на пять. То есть получили вы, например, три урона, вот 15% бросок кубика. Сейчас мы смотрим на все ваше здоровье этого персонажа и уже используем эту пропорцию для того, чтобы понять, получит он травму или стресс или нет. Соответственно, если у вас есть персонаж, у которого пять здоровья, и он получил две, или у которого есть десять, и он получил четыре, шанс будет одинаковый. Заодно вы здесь видите новую травму, это пробитая легкая, которая уменьшает, временно снижает здоровье персонажа. Семь новых травм и семь новых болезней, а все старые ему выкинули. Пока мы на этом экране, давайте я вам кое-что покажу еще. Вот новые кнопочки. Это наш новый стиль. Для кнопки мы будем использовать подсвеченное цветное стекло витражное. Вы увидите почему, когда мы подключим новый алхимический котел, потому что он, в принципе, весь экран котла, он сделан вот в таком стиле. Рамочки здесь, кто заметил, кто не заметил, стали чуть поуже. Мы готовимся, готовимся, но не успели закончить на этой неделе. Возможность прямо вот здесь, в этой панели, менять персонажей местами и, собственно, готовиться к событию прямо вот на этом уровне. И тогда мы еще уйдем от экрана расстановки в начале события. Еще мы поменяли, вот посмотрите, поменяли мы то, как мы показываем инвентарь. Опять-таки, небольшое изменение, но нам эта рамка нравится больше. А это готовимся мы к тому, чтобы вот эту часть экрана поменять. Я надеюсь, что мы уже на следующей неделе ее и успеем поменять. Теперь я вам хотел показать мои болезни и травмы. Итак, травмы, которые теперь есть в игре, это контузии, выбитое плечо, пробитое легкое, пробитый череп, сломанные ребра, кислотные ожоги и травмы брюшной полости. Как оно работает? У каждой травмы есть четыре уровня. Это легкие, средние, тяжелые и постоянные. Постоянные. Эти три проходят сами по себе через 10 дней на один уровень вниз. Постоянные не проходят, ее надо лечить. Чем ее лечить? Чем ее лечить? Лечить нужно вот такой вот ерундой. Излечивать наиболее тяжелую травму. Когда-нибудь мы, наверное, даже прикрутим, чтобы можно было выбирать. Получив однажды травму, например, сломанное ребро, у вас эта страничка откроется, и вы сможете прочитать все про прогрессию, возможно. Теперь болезни. Болезни сами не прогрессируют. Получил болезнь, сиди с ней, и дальше она либо пойдет наверх, если ты снова получишь ту же самую болезнь через инфекцию, либо будет на тебя влиять. Это кровавая трясучка, нашепча голоса, слепящая галлюцинация, боязнь света, дьявольские видения, красный душитель и дневные кошмары. Еще есть одержимость, но мы ее не успели подключить, потому что она влияет не только на больного, но и на его соседей. Все болезни влияют во время событий на персонажа, и все они динамически выдают различные жетоны. Вот давайте посмотрим, например, на какую-нибудь сложную болезнь. Например, трясучка. Что делает? Трясучка? Нет. Трясучка ничего особо сложного не делает. И боязнь света, я тоже понимаю, что это такое. Ну вот, например, стоимость концентрации увеличивается. Видите, на 1, на 2, на 3, аж на 4. Неприятная ерунда. Или, например, дьявольские видения. Дьявольские видения дают нам страх, пытаясь найти, кто же мне дает эффект. А-а-а, я путых вот с этими эффектами. Окей, здесь не та ц. Так вот, по поводу болезни еще. У каждой болезни есть своя история. Вот здесь, как обычно, все новые наши истории, описания, они все идут как фрагменты книжек Рунда. И у каждой травмы есть то же самое. Ну, тут лейтенант Муд рассказывает в основном про травмы, а у болезни там есть разная выдержка из различных книг. Что еще мы сделали? Поменяли эту механику, поменяли ту механику, добавили там, открутили здесь. Ну, наверное, и все. И эйфории прибавили. Наверное, и все, я думаю. Если что забыл, так вы всегда можете прочитать описание обновлений, которое висит у нас на форуме, также висит на стиме, а также висит ссылкой в Дискорде. Не буду загадывать, что мы успеем сделать на следующей неделе, но хочется успеть побольше, потому что вот в разобранном состоянии лежит и это, и то, и сё, и уже вот новый профиль... А-а-а, Семен Семенович! Вот оно! Имена персонажей вернули, но еще не успели подключить возможность редактировать. Например, есть какая-то ира, может быть, вы хотели бы сделать ее просто ирой. Так вот, мы это дело все собираем с разных сторон, так как имена персонажей и редакции нужны для того, чтобы в начале игры выбирать пятерых из десятерых, например, и так далее, и так далее. Так вот, на следующей неделе, надеюсь, нам удастся совершить больше. И все равно я уложу с 10 минут с новым роликом. На этом у меня все. До следующей недели!